Здравствуйте! Вы смотрите ГРТ, и мы подведем итоги этой политической недели. И помогать мне будут хорошо известный вам Роман Михаэш, политический комментатор, и Сергей Мишин, эксперт в области права. Добрый вечер, господа! Добрый вечер! Ну, вообще, тон на этой неделе задавали кадровые решения власти. Все говорили о кадрах. Ну, мы помним, знаменитые кадры решают все. Я не знаю, если кадры решали на этой неделе все, но, на мой взгляд, решали очень многое. Давайте начнем, что называется, с самого начала. Это отставка Нику Попеску с поста министра иностранных дел. Вот есть разные версии, я уже столько прочла. Мне интересно, что скажете вы. Почему это произошло? Господин Мишин. Ну, тут причин, на мой взгляд, две. Первая, это предыдущие отставки и уходы депутатов. И плюс, вот сейчас уже в правительстве это видится, что корабль начал, ресипенский, скажем так, Майя Санду давать течь. И поэтому люди, чувствуя, что за те действия, которые они осуществляли за последние три года, им придется все-таки отвечать в какое-то время. И пытаются сегодня дистанцироваться от тех решений, от тех переговоров, от тех неудач, которые происходят на самом деле. Если конкретно говорить о господине Попеску, то о нем говорилось уже давно, что он покинет этот пост. И говорили о том, что он выполнил свою миссию, добился того, что мы стали кандидатами в ЕС, о том, что открылись переговоры. И с учетом того, что мы с вами прекрасно на протяжении всего времени, сколько он был вице-премьером и министром иностранных дел европейской интеграции, мы видели, что он внутри страны не находился, а все время гулял где-то то Франция, то Брюссель, то еще где-нибудь. Он хотел дистанцироваться? Я пытаюсь понять, с вашей точки зрения. Да, он просто хочет дистанцироваться, ему намного удобнее в Европе, с учетом того, что у него и бизнес там, и та же покупка вот этого здания непонятного для посольства во Франции. Вполне возможно, что мы через месяц-полтора проснемся, и у него будет какая-то красивая теплая должность за счет бюджета Республики Молдова, но с целью нахождения там в Европе. Ему там просто комфортнее, чем находиться в стране. Вот поэтому он и ушел. Поняла. Это если инициатором все-таки, да, главным отставки был сам господин Попеско. Но есть различные версии, правда, господин Михайлович? Есть такие версии, что инициатором был не он, да, а инициатором были как раз те люди, которые попросили его это сделать. Вы в это верите или нет? Я тоже, честно говоря, несколько версий услышал, прочитал в разных ТГ и так далее. С моей точки зрения, здесь надо развить проблему на две части. Первая часть – это его личная жизнь, что он сослался на семейные обстоятельства. Он сказал, что ему нужна пауза. Семейные обстоятельства, пауза. У него действительно есть неплохой бизнес в Европейском Союзе, консалтинговый. Семья его там давно уже, и у него там действительно хорошие связи. И, может быть, он хочет возвратиться обратно в это. Потому что, насколько я понимаю, он получил этот орден. Эта заслуга ему приписывается, что Молдова стала страной-кандидатом в члены Евросоюза. Потом сейчас начались эти переговоры. Возможно, он посчитал, что вот здесь он должен, он может уйти. Насколько я знаю, в президентуре его хотели оставить. То есть это не было... Если кто-то говорит, что это... Говорят. Говорят, что это неправда. Говорят, что у него нет партбилета, и это начало смущать некоторых в МИДе. Нет, у него отличное отношение с Майя Санду. Насколько я знаю, у него всегда были хорошие отношения с Майя Санду. То есть связка работала хорошо в Майя Санду плюс Папецку. Проблема была. Я считаю, что все-таки проблем больше... Я даже знаю, что он второй мандат не хотел взять. Первый мандат у него был, когда была Майя премьера. Второй мандат сейчас, когда Гаврилица пришла. Насколько вот так, из моих источников, он все-таки настаивал на том, хоть это его инициатива. Я не буду вдаваться в подробности. Просто-напросто я считаю, что он достойно отработал свой мандат. То есть где-то ему повезло, конечно, потому что события в Украине и Молдова воспользовались. Но надо уметь пользоваться такими подарками, скажем так. И где-то есть его заслуга, конечно, что Молдова добилась именно вот этого статуса. Очень высокого, между прочим, страны, кандидат в ЕС, и еще и переговор открыли. Ну вот здесь, да, возникают все-таки вопросы, потому что здесь до парламентских выборов не так много времени. Говорят некоторые, но в то же время есть и те, кто говорят, что, возможно, у него действительно есть амбиции, в том числе и на президентский пост. Здесь хотел добавить, не будет он президентом и не будет кандидатом, это не тот человек. Почему? Скорее всего, здесь согласен с господином Мишином, для него будет заготовлена какая-то функция или от Молдовы, или в какие-то европейские структурах. Это человек технического плана. Политики делятся строго на две категории, которые приносят голоса и техники, прагматики, которые умеют воплощать в жизнь какие-то программы, руководить какими-то административными функциями. Я ввожу господина Попецку к административным функциям. Это не политика, это не харизматический лидер, это не лидер, который любит обучаться с массами, это у него другой формат, это административного склада человека. Вот вас сейчас слушают, наверное, какие-то политологи и думают, ну мы понимаем, о чем говорит господин Михаеш, но мы знаем пример господина Лянко. И мы знаем тогда, когда начинают продвигать бывших министров иностранных дел как раз западники, те люди, которые с ними непосредственно общаются. То, что получилось с его карьерой, господин Лянко, это другая история. Но мы помним, какова была действительно, вот я не побоюсь этого слова, любовь к этой кандидатуре со стороны послов, со стороны посольств. Может быть здесь как-то тоже есть такие моменты, они подумали, ну вот хорошо, может быть человек может больше. А, господин Лянко? Это вполне возможно, и вы знаете, с учетом того, что опять-таки господин Попеску не только общался с послами внутри государства, даже, скажем так, больше он общался с Европейским Союзом. Да, да. И эта ставка вполне распросматриваемая. И с лидерами стран европейских. И тогда мы еще раз подтверждаем ситуацию о том, что в принципе господин Попеску ушел самостоятельно. Почему? Потому что ему как раз на какой-то промежуток времени, знаете, надо отстраниться от того, что происходит в Молдове, хотя бы на пару месяцев. И вот где-то летом, уже ближе к выборному сезону, когда уже будут более явно показаны и кандидаты, которые выдвигаются, и политические силы, которые будут участвовать в президентской гонке. Вот он, как знаете, такой вот маг чередей появляется с поддержкой очень большой, причем не внутренних послов страны, а именно оттуда из Евросоюза. Но тут есть один нюанс, который я думаю, что господин Попеску, общаясь там в коридорах, понимает, что все-таки конструктивно Евросоюз уже к выборам президента Республики Молдова будет иным. И ему все-таки надо уже начинать и налаживать отношения не только с нынешним руководством и с нынешними евродепутатами. То есть намекается на выборы, которые сейчас уже состоятся очень скоро. Очень скоро, да. Поэтому ему нужно время для того, чтобы наладить отношения уже с потенциальными следующими, пришедшими к власти в Евросоюзе. Чтобы утвердить себя в качестве представителя Молдовы в какой-то части. И это тоже может быть разыгранная такая красивая партия, потому что правильно господин Михаеш сказал, он был и у Майи Санду министром иностранных дел, потом у госпожи Гаврилицы. И давайте так, если брать честно, он во всех правительствах выживал. То есть к спыну там то убирали в президентуру, то опять возвращали. Да, а он прям вот как стал министром. Да, вот он вице-премьером и министром иностранных дел европейской интеграции. Как стал тогда, вот Майя Санду ушла, и он с ней ушел, потому что понятно уже приходило другое правительство. Гаврилица пришла, несмотря на то, что она ушла, и часть министров уже поменяли и ушли, то он все равно остался у господина Ричина. Поэтому прослеживать, что на него какое-то было давление отсюда, именно изнутри, и он не тот игрок, он не участвовал в никаких внутрипартийных их разборках внутри. Это в основном происходит все в парламенте. Хотя там тоже есть своего рода конъюнктуры, и не зря появился господин Попушой. Вот, кстати, да, давайте поговорим, он Попшой все-таки, правильно называть его фамилию. А вот почему он? Я долго вот сама пыталась понять критерии, по которым выбирают вот они кадры. Нет, давайте так, критерий тут никаких, и пасы критерий, это два разных понятия. Хорошо тогда, получается, за заслуги? Очень все просто. У господина Попушой давно конфликт с господином Гроссу. И господин Гроссу никак не знал, как избавиться от, скажем так, от него, и чтобы он не мешал в различных там внутри их партийных, фракционных разборках. А он лидер фракции, кстати, еще был. Так вот, этот шаг как раз был на руку группе Гроссу. Почему? Потому что он от него избавляется из парламента, то есть он ему не будет уже мешать на внутрипарламентском поле. И при этом, если завтра мы с вами все прекрасно понимаем, если завтра, допустим, по каким-то причинам господин Ричан подает в отставку, и господин Попушой не сможет пробиться в следующее правительство ПАС на какую-то должность, то он и в парламент тоже не вернется. То есть, да, это уже такая вот шахматная политическая, их внутренняя игра, чтобы сместить неудобного себе человека и конкурента. Господин Мишин, хочешь сказать, если хочешь избавиться от конкурента, а потом на повышение. Нет, это самый идеальный вариант. Хочешь избавиться от человека, предложи ему более высокую должность. Почти Макеавелли, да, здесь получается у нас господин Гроссу. Не знаю, правда или нет, вы, кстати, как относитесь? Есть здесь что-то такое? Функция министра иностранных дел на данный момент стратегическая, потому что все это правительство, и Майя сам тут держится именно на европейской интеграции. Это единственные козыри, единственные их не... Подождите, господин Гросс, я вас немножко перебью. Не факт, что это будет Министерство иностранных дел и европейская интеграция, в связи с тем, что у нас введено новое дуло знасти, как бы типа министр без портфеля, и у нас вот это пока оно называется бюро, но европейская интеграция будет заниматься не господин Попышой, а госпожа Герасимова. Поэтому тут говорить о том, что это... Нюанс, все равно она под министром будет, потому что это не деля Министерства, это бюро, составе Министерства. Ну, хорошо, посмотрим. Ну, как бы господин Воды, ради справедливости, я должна сказать, сравнил ее должность с должностью господина Серебряна. Он сказал, что только здесь будет по реинтеграции, а здесь европейская интеграция. Насколько мы понимаем, господин Серебрян в ранге вице-премьера. Без Министерства иностранных дел никуда не денутся, там будет маленький состав кабинета, все равно будет основная работа вести с Министерством иностранным делом, это всем понятно. И, конечно же, будут вместе работать. Я не вижу, как они смогут без Министерства иностранных дел осуществлять огромный, обогромнейший объем работы. Министерство иностранных дел должно заниматься... Она должна заниматься всем и вести, кстати, взвешенную политику в стране. А у нас, к сожалению, Министерство иностранных дел превратилось просто в Министерство иностранных дел. И они каноны все забыли. Даже господин Попевского, будучи министром и окончивший, кстати, МГИМО, где его учили правильно вести дипломатическую работу, и что вообще такое Министерство иностранных дел, государство, да, это представитель государства за рубежом. Она должна сотрудничать со всеми странами мира и на всех иностранных площадках. Окей, мы уже субъективно меняем. Я хотел все-таки высказаться... Да, выскажитесь, пожалуйста, по поводу кандидатуры Попшоя. Попшой довольно-таки весомый игрок в пассе. И он получил свою функцию, скажем так, так же, как и Спыну. Спыну получил ее в экономической отрасли правительства. В качестве вице-премьера будет господин Попшой. Один из вице-премьеров. То есть получил свою, потому что, насколько я понимаю, он не один там в партии. Есть какая-то группа депутатов, которая его поддерживает. Там в пассе очень сложные отношения. Они держат под столом все их за кулисами, скажем так, интриги. Но кое-что выскакивает оттуда. Там, насколько я понимаю, в партии есть вот эти три человека. Попшой, есть Спыну и есть председатель партии, которые имеют какой-то вес, скажем, Гроссу. То есть говорить, что Попшой один, это я бы не рискнул. То есть, насколько я знаю, у него какой-то вес в партии есть все-таки. Иначе ему не дали эту функцию. И вы могли бы с ним сыграть жестко. Знаете, по какому сценарию? По сценарию Стамати. Просто убрали из комиссии, вледовые депутаты, и все, и она молчит. А со Стамати сыграли жестко? Сыграли жестко, конечно. Почему? Потому что она была представительной комиссии. Вся деятельность по реформе юстиции носит ее имя, ее подпись. Вот этот бетинг-приветинг, это ее. То есть, вы считаете, что недовольны тем, как она сделала? Представители ПАС везде говорят, как хорошо у нас осуществляется как раз реформа. И ветинг, и приветинг. Наоборот. Там в ПАСе были эти дискуссии сложнейшие, в президентуре в том числе. Что реформа юстиции провалилась. Что бетинг и приветинг, это уже проблема. И они потихоньку начали редактировать, если бы заметили ситуацию. Первая редакция, это в законопрокуратуре. А когда связывают с ее высказываниями непосредственно госпожа Стамати, все-таки не с тем, что вы сейчас говорите, а с тем, что она позволила себе некую критику. Вы с этим соглашаетесь или нет? Она, например, критиковала за то, что премьер назвал фамилии судей. Если вы возьмете пост ПАШи, который многие обсуждали, то есть вот это есть отношение к госпожа Стамати, я считаю, со стороны руководства ПАС. Потому что ПАШа один из, скажем, рычагов ПАСа в масс-медии. Это все знают. Здесь я ничего нового не сказал. То есть вы полагаете, что он это сказал не по своей инициативе? Нет, я считаю, что этот пост имеет и в том числе, скажем так, не только его мнение, но и мнение некоторых руководителей ПАСа. Не будем в данном подобности. Потому что у этого поста были жестокие баталии. Пять или шесть депутатов ПАСа написали отзыв по этому посту. Это не простой пост такой. И со стороны Олеси выступали некоторые эксперты, против нее выступали. То есть из этих постов все понятно. Ее осуждают практически в том, что она провалила реформу юстиции. С другой стороны, поддерживающие ее эксперты и депутаты говорят, что нет, она не провалила. Все нормально. А вот представители власти будут говорить, а что вы так все это удивляетесь? У нас демократия, у нас это нормально, что люди высказывают разные точки зрения. То есть вы сейчас зря пытаетесь словить рыбку в мутной воде. На самом деле у нас такая открытая партия, что мы обсуждаем все вопросы. Я дал вам пример. Какой вес политический у Попшоя и какой вес политический у Стамати. То есть Попшоя из парламента ушел в правительство, в высокое кресло, скажем так, министра иностранных дел. А Стамати из председателя комиссии ушла в простой депутат. Господин Мишин, что думаете по поводу вот этих всех кадровых перипетий в правящей партии 7? Ведь всегда интересно, любая правящая партия, всем страшно, всегда интересно, что происходит там внутри. Не всегда ее разбирают. Это нормально. И они всегда становятся прозрачными для людей. Ну, насчет госпожи Стамати, насколько я обладаю информацией из разных источников, там нету вот то, что вылилось в общественность по поводу провала реформы. То есть тут я скажу так, что наконец-то они начали признавать свои ошибки. И мы об этом уже говорим года три, что у них провал в реформе у юстиции. И в том числе это подтвердила экспертная комиссия Совета Европы, где указала в рекомендациях для открытия переговоров с ЕС устранить и навести порядок в этой реформе. Это понятно. Они прицепились и пытаются сейчас, скажем так, найти козла отпущения в виде госпожи Стамати. И уже начинают вспоминать и господина Литвиненко, который в бытность вместе с ней был министром юстиции. Но это как официальная версия, которую пустили просто в прессу. Другие есть версии, господин Мишин. Есть версии, что они по поводу ген... Совсем никто ни с кем не ругался по поводу витинга-приветинга, а кандидатура генпрокурора. Вот это основная версия, которая, скажем так, не особо вышла в общественность, но в принципе имеет основу, потому что после того, как они изменили вот этот закон о прокуратуре на внеочередной сессии, не знаю, почему надо было так торопиться. Скорее всего, вот там и пошли вот эти баталии по поводу кандидатуры господина нового генпрокурора. Хотя, опять-таки, есть куча у нас по этому поводу и даже решений ЕСЧП. Вот. Но госпожа Стамати, насколько я знаю, не согласилась с теми доводами и предложениями, которые исходили из администрации президента по поводу кандидатуры, потому что, насколько известно, кандидатура прокурора должна была быть из нашей соседней страны. Точно так же по аналогии с Национальным банком. Из Румынии. Из Румынии, конечно. Вот. На что она уже была не согласна, потому что, опять-таки, есть у них, она тоже входит в разряд определенных групп, вот, ПАС, которые борются за определенные рычаги влияния в той или иной сфере. Естественно, она с этим была не согласна. И вот ее решили таким образом публично, скажем так, наказать на уровне, что она уходит с должности председателя комиссии. Ну и плюс уже подключили вот этих вот специалистов, экспертов, которые доносят их мнение через независимые, да, у нас в республике СМИ, которые с лицензией еще находятся, для того, чтобы очернить ее. Потому что, понятное дело, в любом случае она была изначально с ПАС, и, понятное дело, что госпожа Стамати очень много знает, что происходит на самом деле в ПАС. Поэтому, не дай бог, она завтра выйдет и начнет говорить очень много и выдавать то, что происходит на самом деле, с тем же приветингом, вейтингом реформ юстиции. То есть она может показать и с тем же назначением госпожи Драголина на эту должность. То есть мы с вами прекрасно помним вот этот их конфликт и выступление. Да, она в этом, кстати, больше становилась на сторону госпожи Драголина на Руссу. Да, и выступление даже мамы нынешнего прокурора антикоррупции, которая тогда косвенно угрожала госпоже Стамати, что не надо открывать рот на мою дочку, иначе будут последствия. Вот исходя из всех вот этих компонентов, я думаю, что это не наказание госпожи Стамати, а это просто, скажем так, кадровые опять войны внутри самой ПАС. Ну вот я точно знаю один момент, господин Михайлович, что вот человек, который вообще не заинтересован в том, чтобы сейчас поднялась вся эта кадровая вот эта чехарда, да, то есть чтобы вот, я имею в виду, кто-то уходил и был недоволен, да, как-то все это менялось, то есть тоже не совсем как-то понятно. Это президент. Вот она не заинтересована в том, чтобы сейчас, значит, люди, которые входят в ее команду, чтобы они ее покидали вот таким образом. Здесь есть нюансы. Я хочу вам дать такие нюансы. Президент идет на второй срок. С чем она идет? Вот если вот так взять... С кандидатством, господин Михайлович. Подождите. Я могу ждать сколько угодно, но она все равно идет с кандидатством. Я согласен частично, о чем я и говорю. У них только политика экстерна, то есть во внешней политике есть какие-то успехи, да? У них нет успехов, во внешней политике никакие. Для их электората. А, ну это только для них и для... Они могут сказать так, мы добились странной кандидат и так далее. Вот видите. Идем о реформе истиции, провалено. Реформа истиции, провалено. Борьба с коррупцией... Кстати, они ни разу не говорили это слово. Вот я ради справедливости... О чем? Власть не говорит, провалено. Они говорят, были какие-то... Нет, я за справедливость, господин Михайлович. Мы сейчас как эксперты говорим, не как политики. Ага. Ну, то есть власть так, она не... Реформа истиции, провалено. Были проблемы, да, они все хорошо. Это не провалено. Олигархи живут за границей, все нормально, у них проблем нету. Я не удивлюсь, если господин Плохотнюк станет кандидатом в президенты вместе против Майи Сандо. Ну, так и может, нету... Ну, я не знаю, вам виднее, что здесь господин Михайлович станет кандидатом в Плохотнюк или нет. Наши олигархи... Я говорю, вам виднее. Но он же господин Молдовы. Наши олигархи, ни один из них не получил, как это называется, окончательного вердикта. Их не делал, где-то пылится в прокуратурах, в судах, понимаете. То есть нигде нету ничего. Экономика падает, финансы вообще в упадке. То есть Майя Сандо должна добиться за короткий срок, за несколько месяцев. Каких-то подведушек, хотя бы в каких-то... Я с этим связываю то, что госпожу Стамаде, скажем так, как это называется, отодвинули. С тем, что они хотят по-новому других людей поставить на это направление. Они говорят с европослами. Европослами говорят, ребята, у вас там провал. Если вы это не видите, мы это видим. Давайте что-то делайте. Это не вносится, потому что это убило бы их рейтинги, понимаете. Так что здесь я считаю, что Майя Сандо очень активно участвует с ее советниками. Вот этих, как называется, перемещения внутри ПАСа, внутри правительства, потому что ей надо двигать второй срок. Но рискует, понимаете. Если вы правы, то участвует и рискует. Участвует, она участвует очень активно. Потому что, я вам привожу пример. После того, как начались все эти разборки внутри партии, она всех вывела к себе на ковер, в президентуру. И там были честные разговоры со всеми прямыми речами. Я знаю точно, у меня тоже там депутаты знакомые есть в ПАСе. Там были жесткие разговоры у президента на все темы. В том числе по реформе юстиции, по коррупции. Ну, я когда говорила, что не заинтересованное, что имела в виду, понимаете, как оппозиция-то, глядя на все это, они так подробненько, конечно, не все все рассматривают. Но они говорят одну вещь. Они говорят, смотрите, видите, что там происходит с кадрами? Люди бегут, люди не хотят. Люди вот тут. Мы эти моменты ведь неоднократно читали, чтобы были именно такие комментарии. Слушайте, они объявили 200 функций. Они сделали открытые двери, то есть правительство открыло двери. Я посмотрел, там 8 тысяч лей нет. То есть 7 тысяч лей, 5 тысяч лей. Вот такие зарплаты. Кто пойдет туда работать? Если ты хочешь хороших специалистов нанимать, ты должен заплатить. Как раз этим, по-моему, занимались. Я не знаю, там, да. У нас хорошие специалисты только министры. У нас других специалистов хороших нет. То есть у нас хорошая зарплата только у министров, а те, кто рангами, вы имеете в виду, пониже, у тех... Стандартные зарплаты, которые были ранены. Смотрите, чтобы снять квартиру в Кишневе 400-500 евро. Уже такие цены у нас в Кишневе на однушку, на однушку. Роман, я знаю, что кто-то разделит ваши эти вещи. Но если я, например, думаю, а что все железнодорожники сейчас сидят и думают, глядя вот на это все. Я думаю, что эта зарплата для них была бы... Болитие страны, у тех людей, которые должны дать результаты... Была бы, знаете, манная небесная. Подождите, а вы хотите сказать, что железнодорожники, которые работают каждый день и должны получать заработные платы и не получают больше, чем за полгода, это не специалисты? А давайте мы их всех вот тогда... Идеальный вариант, который предложил... Несравнимые вещи люди. Давайте не будем спекулировать об этом. Нет, никто не спекулирует. Я не знаю, как сразу... Я не спекулирую. Вы не можете, человеку, который закончил магистратуру, докторат, который работал 5 лет в Евробанке каком-то, провести в правительство в Молдове, дать ему 400 евро. Я за то, чтобы у всех была хорошая зарплата, я привела пример, что ваши доводы, если бы вы были железнодорожником, вы бы, наверное, тоже сидели и думали, господи, как вот у нас... А, или социальным ассистентом, знаете, да? Я за то, чтобы у всех была хорошая зарплата. Мы тоже за это, господин Михаэш. Мы тоже за это. Господин Михаэш, у нас есть министры, профессионалы... Или давайте в октябре дадим зарплату, сходи работают на общественных мачалках. Господин Михаэш, есть министры, и у нас экономики, которые получают за 75 тысяч лей, профессионал там с магистратурой, с докторантурой, еще с чем-то, но у нас экономика упала ниже плинтуса, и у нас никакого развития... Да, просто как к этому министру, к его способностям. Нет, вы же рассказываете про профессионалов. Вот, пожалуйста, с докторантурами, с магистратурами, с хорошими зарплатами, они сели на эти теплые места и гребут только к себе в карманы. Господин Михаэш, правильно, мы не за то, чтобы не было богатых. Мы за то, чтобы не было бедных, но все познается в сравнении. Люди сидят и тоже думают, потому что у каждого интересует свой собственный ребенок, господин Михаэш, свой собственный холодильник и своя собственная жизнь. Я вот считаю так. Пусть люди со мной, многие, мне кажется, согласятся, потому что, знаете, у каждого своя жизнь, она уникальна. 95 процентов. Да, но, конечно, то, что вы говорите, имеет право на жизнь. Давайте поговорим еще об одной очень важной теме. Я даже, честно говоря, не думала, что у нас в стране будут столько это обсуждать, а вот обсуждали. Это на этой неделе стало окончательно ясно, что госпожа Санду может брать эту премию. За эту премию уже говорили везде. Честно говоря, уже некоторые говорили так. Давайте уже просто как-то куда-то эти деньги подумаем. Может, как-то это все сделаем по-другому. Я сейчас так выбираю слова. Но, тем не менее, это произошло. И я увидела, сколько было сказано по этому поводу и представителями власти, и представителями оппозиции, что мне кажется, что наше общество из этого, из всего, должно вынести какие-то уроки. Вот какие уроки должно вынести наше общество, господин Михаилович? Слушайте, есть премия Нобеля, миллион долларов, да? Почему-то на премию Нобеля никто не поднимает руку, да? Хотя она тоже денежная. Почему? Что вы имеете в виду, не поднимает руку? Ну, в смысле, нет критики, нет дискуссий. Потому что господин Обама, например, взял и эту премию перечислил, да? Подождите, я о том, что премии бывают и денежные, да? Деньги не даются под столом, это не взятка. Просто дело в том, что вы правильно заметили, что делает Майя Санду с этими деньгами. Вот вопрос в чем? Я бы на ее месте действительно отдал бы эти деньги на благотворительность. И тогда не было бы ни у кого вопроса, ни у левых, ни у правых, ни у центристов. Да. А мы не знаем, что она сделает с ними, потому что я не знаю, даже если она их получила, возможно, она их и не получит. Мы еще не знаем, потому что мы знаем только одно, что был ответ от Центра по поведению. Что она может их получить. Что это денежная премия, она ссылалась над тобой с женой, и так далее, и тому подобное. То есть, главное, что это происходит транспарентно, а не под столом, и так далее. Я согласен с вами. Если она отдаст эти деньги в какой-нибудь благотворительный фонд, в помощь детям, и так далее, это будет, с ее стороны, правильный жест. Общество это поймет. А если эти деньги возьмет на другие нужды, общество этого не поймет. Это моя точка зрения. Ну, взять можно их, но отдать надо. Отдать на базу ответственности. Я поняла вашу точку зрения. Господин Мишин, вам немножко усложню вопрос. Ну, тут же после того, как стало известно, что может, да, и что я в чем-то суть решения этого Центра, в том, что, прокуратура имею в виду, в том, что это нельзя приравнять к подаркам. Да? То есть, премия – это не подарок государственному чиновнику. Вот так было сказано. Ну, подарок – это объект какой-то. Да. Вот они как бы так рассудили и сказали, что это разные вещи. Тут же люди начали говорить. Так открывается такое окно. Очень правильно. Официальная коррупция. Вот будут говорить. Вот поясните, пожалуйста, действительно есть такие моменты, что говорят, что только оформите это как премия. И ради бога. Может такое появиться сейчас? Нет. То, что появиться может, это, конечно, 100%. Мне просто интересно, как тот же Центр по борьбе с коррупцией будет на это реагировать. Понимаете? То есть, сегодня, будучи кто-то депутатом, либо министром, да, оформит себе премию, и они придут и скажут, почему ты получил взятку. Они скажут, так вы ответ дали госпоже президенту, что премии можно принимать. Нет, в том случае можно, а у тебя это будет считаться взяткой. Понимаете, вот эти двойные стандарты европейские, которые нам пытаются все время навязать, немножко уже начинают уставать. Есть четко прописанный закон. Там черно-по-белому написано. Не имеет права денежную премию принимать ни один государственный чиновник. Это приравнено к взятке. Вот эти вот варианты, премия, не премия, тут не важно. И вот, как господин Михайлович сравнил, да, премия Нобель, то есть, это премия, которая формируется, и понятно, откуда она сформирована. А давайте мы рассмотрим, откуда сформированы 30 тысяч, которые получила госпожа президент. Ну, есть уже версия. Тут не версия. Есть уже официальная документация. Значит, это сбросились. Две компании румынские в Тимишуаре передали МПО. Муниципальный совет Тимишуары заключил с этим МПО. Договор о том, что они эти деньги дают как премии для молдавского президента. Если вы считаете, что это официально, и это нужно взять и кому-то передать даже на благотворительность, то вы покрываете взяткодатчинство самому высокому должностному лицу. Мы называли юрист. Какая взятка? Взятка должна иметь убектуш-субекту. Два юридических лица. Какой интерес у Майя Савдова решит вопрос фрица в Молдове? А вы знаете, интерес очень простой. Что глава Национального банка Республики Молдова, как вы связываете с этим, является членом партии, которую возглавляет этот фриц. И если вы эту информацию не видели, то извините. Давайте не будем заходить слишком легко. Я никуда не захожу. Я говорю по фактам и аргументированно. И это как раз, извините, вот эта премия от двух юридических лиц через НПО по решению муниципального совета произошла ровно через неделю после того, как было назначение, и после того, как за сутки. Дали гражданство данной госпожи, и назначили ее, и после этого через неделю получили эту премию. Вот знаете, у меня здесь с точки зрения юридической очень много вопросов. И это, во-первых, извините, но вы сравниваете Нобель, общемировую организацию, которая действует многие года, и муниципальный совет Тимишуары. Даже не Румынии всей страны, а Тимишуары. А что она такого хорошего сделала для Тимишуары, госпожа президент, которая должна делать хорошо для Молдовы, а не для соседней страны гражданка, которой она является, что ей выдали эту премию именно вот этот регион. Она боролась за евроинтеграцию. Смотрите, то, что Миша поставил интересные вопросы. Но я считаю, что... Я аргументы привел. Я считаю, что мы заходим слишком далеко. Все-таки я допускаю, что это ошибка со стороной президентуры. Не надо было вообще принимать эту ситуацию. Надо было позвонить этому фрицу, примару, и сказать, слушай, у нас здесь могут возникнуть 100 тысяч вопросов. Дай мне грамоту, и я свободен. Дай мне грамоту, и эти деньги отдай ты лучше сам в какой-нибудь фонд. Но то, что совместники президента такие, какие они есть, они подставили президента. Они подставили. Потому что я убежден 100%, 199%, потому что Майя Санду не взяла взятку, и это не взятка. Это просто премия от официальной деньги. Взятка-то, когда никто ничего не видит и поставил себя на карман. Вот это классическая взятка. Тут можно говорить о чем угодно, только не о взятке. Проблема в другом, что подача вот этой ситуации, они не просчитали. И это проблема ее советами. Надо было просчитать эту реакцию. Потому что вот господин Мишин построил уже связку назначения госпожи Национального банка и премии. Он сразу заметил ситуацию. Я читала еще эту проверку. То есть дали повод оппозиции, а не оппозиционная партия, имеют право на мнение. Дали повод оппозиционной партии построить схему. Не факт, что мы имеем право на мнение. Ну вот смотрите, меня волнует прецедент. Реально во всем этом, потому что вы говорите взятка-взятка. Меня лично волнует прецедент, потому что мы читаем новость. Вот смотрите, 50 молдавских прокуроров получат награды. То же самое. Вот и все сидят и думают, это будет премия или это будет награда. Не, это абсолютно опасно, потому что начнут премары Молдовы по поводу Тимишуара. Например, премар Рунген, премар Геван, выдавать премии прокурорам, судям и так далее. И как это будет выглядеть? И судья придет в белом антии, скажет в прессе, между прочим, и возьмет свои ценные денежные призы. И мы будем гадать, он взял его ценный приз денежный, за что он его взял? За что-то или это просто везде оценили его? И вот это они просчитали, советники президента. Потому что да, Майя Санду, это президент, мы понимаем все. Знаете, если у нас с вами есть вопросы, то мне кажется, что это прекрасный повод поработать с нашим народным избранником, для того, чтобы в законодательстве... Моя точка зрения, что надо запомнить всем, и президенту в том числе, и продавать денежные призы. После мандата это уже другой вопрос. Когда ты в мандате, ты имеешь зарплату, и есть какие-то бонусы, давайте лучше мы из бюджета купим квартиру президенту, домы, как и в других странах. Так это уже все есть. Чтобы президент не записел от не знаю чего там, зарплата маленькая. Это есть все в законах. Это все уже давно прописано. Их просто надо соблюдать. А к сожалению, ПАСК это не делает и не соблюдает. А НЦБК вместо того, чтобы щелкнуть по носу и сказать, что извините, вы не имеете права, потому что так гласит молдавский закон, они начинают искать и находят формулировки, что это премия, и поэтому это можно. Так это называется, извините, тоталитаризм. Мы оправдываем каждое действие госпожи президента против закона. Вы ждете окончательного решения президента. Как она сделает? Если она не возьмет эти деньги, если не пойдут, есть факт. Нет, нет, подождите. Есть факт. Хорошо, если бы мы не обсуждали эту тему, и она бы взяла эти деньги, то это нормальное явление. Хотя, несмотря на то, что в законе это запрещено. Если она возьмет, то будет проблема для нее. Потому что власть меняется. Я считаю, что мы должны подождать финала этого эпизода. Если она не возьмет эти деньги, если деньги пойдут на макуровность, тогда будем считать, что молодец, Майя Санду. Она поняла, как общество. Деньги не взяла. Тогда можно оправдать любой вариант. Что закрыла 12 каналов, она молодец, потому что она там что-то это. Закрыла 54 сайта, она молодец. Люди уезжают из страны. И не считая в стране, она молодец. Мы сейчас продвижную премию. Так можно оправдать любой факт. В законе четко написано, она не имеет права. Все. Это точка. Хорошо. Давайте теперь поговорим, имела ли право кое-что сделать. Премьер-министр, с президентом, я поняла ваши точки зрения. Они разные. Имеете право, что называется, об этом говорить. Что обсуждали-то? Господину Ричану попеняли, в том числе и сама Олеся, то есть с томати, и еще был ряд. Высший совет магистратуры, ассоциация судей, комиссия по приветингу. Они осудили то, что он называет фамилии судей, которые принимают то или иное судебное решение. Мы знаем, что первое это было в отношении партии Шанс, то, что произошло. И вот на заседании кабинета министра в среду господин Ричан снова назвал имена судей, которые, на его взгляд, приняли не те решения. Вот мне здесь интересно, почему он это сделал. Он реально считает, что он не нарушает закон, несмотря на то, что эти люди говорят ему, что вот так нельзя. А вот, может быть, он как-то читает этот закон и думает, не-не-не, я его не нарушаю, я делаю, поступаю правильно. Либо господин Михайлович, он понимает, что так делать нельзя, и у нас есть разделение ветвей власти в государстве. Но вот он считает, что он может себе это позволить, как полагаете. Слушайте, если я же юрист, и мы с господином Михайловичем юристом, мы понимаем, что есть четкое разделение конституционной ветвей власти. И там, скажем так, в данный момент эти судьи, если с ними что-то произойдет, или какие-то там вопросы будут по их дисциплинарам или другим вопросам, они могут выглядеть в чеду. Потому что они сошлются на декларации премьер-министра, чтобы в свою пользу обратить эти, как вмешательство в судебный процесс. Конечно же, я против вмешательства президента. Я критиковал и Майя Санду когда-то, когда у нее были проблемы с прокурорами. Когда она была премьер-министром, помните, декад, который привел к ее отставке. Когда они попытались через принятие закона подчинить прокуратуру премьер-министру, это вообще была катастрофа была бы. Так что я всегда выступаю. Давайте все-таки понимал он или не понимал, что такое? Я не могу за него говорить, какие у него намерения. Я говорю, эффект. Эффект. Я считаю как эффект, что нельзя ни президенту, ни премьер-министру вмешиваться в судебную власть. Есть прокуратура, есть высший орган Совета магистратуры. Пожалуйста, обращайтесь с жалобами туда, на судей, если есть какие-то у вас доказательства. Это моя точка зрения. Господин Мишин, вот что это было? Почему? Другие судьи уже, знаете, сидят и думают, а если не понравится завтра, что там? Бежать надо, быстро, быстро, граница недалеко. Это вы о себе сейчас? Господин Мишин, вам слово. Я вам скажу так. Вы сделали большой комплимент господину Ричину, сказали, что он читает закон. Он премьер-министр, господин Мишин. Это не важно, что он премьер-министр. Он представитель исполнительной власти, и эти люди должны читать и знать Конституцию и массу законов. Я считаю, что он не читал ни один закон, и не знает его, и не Конституцию, тем более начнем именно со статьи разделения властей. Он также не читал закон о правительстве, где четко прописаны какие его обязанности и полномочия, в первую очередь. Вот я не видел ни в одном пункте закон о правительстве обязанности и полномочия премьер-министра критиковать другую ветвь власти. Это первое. Второе. Господин Ричан в данном случае, он просто чувствует себя очень надменно, и он знает, что у него будет безнаказанность. Поэтому он может творить все, что он хочет, и как он хочет, и как он хочет. Сразу две версии мы объединили в ответе. Ну, так оно так и есть. Он чувствует свою безнаказанность. Вот это вот, когда у человека, который дорвался до власти, тем более такой, как премьер-министр Республики Молдова, глава исполнительной власти, который должен заниматься улучшением жизни в стране, да, как это прописано во всех постулатах, во всех законах, он чувствует взлет, знаете, вот он оторвался от земли, не чувствует уже ни земли, ни людей, ничего. И он думает, что ему все положено. У него вот кортеджи, у него охрана, его никто не тронет. И за его вот эти высказывания действия, ему никогда ничего грозить не будет. Однако в истории, как Молдовы, так и не только Молдовы, есть показательное, что все вот эти противоправные действия, все равно наказание настигает тех людей, которые их делают. Неважно, ты говоришь или делаешь, но это достигнет. Поэтому в данном случае я думаю, что у господина Речина просто выросли крылья, и поэтому он начинает себя таким образом вести. — Господин Михаилович, вот смотрите, по этому поводу озабочена партия господина Кику. Они вот обращались в прокуратуру раз, потом что-то там у них не принимали. То есть они идут именно по закону, они не просто делают какие-то декларации, они считают, что он нарушил закон, вот то-то, 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 и пытаются это дело, что называется, оспорить наших судебных органов, нашей прокуратуре. Как вы полагаете, есть у этой партии шансы на успех? — Слушайте, это не от меня зависит, не от моего мнения. — Но я же не говорю, что от вас зависит. Я спрашиваю, как? Есть ли шансы? — Возможно, это не уголовное, скажем так, действие со стороны господина премьер-министра, если считать, если взять уже по составу преступления, скажем так, да. То есть обращаться по любому поводу в прокуратуру, конечно, это модно, у нас партии должны делать себе рекламу, но в данном случае я не вижу уголовного действия со стороны премьера. Это нарушение, скажем так, Конституции Республики Мудроу, в том числе, надо считать его более, с моей стороны, дисциплинарным проступком. То есть он просто-напросто высказал свое мнение, что вот эти судьи, что-то там как-то, как он высказал, я точно формулу не помню, как он высказал. — Вы помните эти фамилии? — Он сказал, что запомните эти фамилии, да, потому что эти люди приняли... — Это неправильное решение, которое нам не подходит. — Ну я не вижу здесь уголовного, честно говоря, не вижу уголовного. — Это угроза в сторону, извините, и прямое вмешательство в судебную систему. — Я считаю, что это может быть дисциплинарным проступком. — А тогда кто должен реагировать, если это дисциплинарный проступ? — Судья должны обратиться против него. — Ага, судья должны. — Лично обратиться. — Куда? — Куда? — В прокуратуру, в суд и так далее. — То есть в ту же прокуратуру? — Не обязательно в суде. — Понимаете, если уголовный пациентальный кодекса республики, там написано, какие статьи возбуждаются по заявлению сторон, какие там есть, я четко уверен, что судьи должны обратиться. — То, что есть в статье законов, мы знаем. Теперь главное, чтобы ими правильно пользовались и принимали правильные решения. — Ущерб, я имею в виду с точки зрения закона, а не только как и кто. — Внутри республики, я думаю, что партия господина Кику не добьется никаких больших успехов. — То есть производство хотя бы. — Я думаю, что нет. И я думаю, что партия господина Кику сделала этот шаг с одним простым прицелом, чтобы дойти до европейского суда. — Так, поняла. — И чтобы выйти туда. — Да, для того, чтобы это рассматривалось там. — Да, для того, чтобы это рассматривалось и показалось. — И партия, естественно, тоже тогда получит свои определенные политические очки. — Так это двойной эффект. — Я поняла вас. — Хорошо, у нас не так много времени остается. Я хочу, чтобы мы поговорили еще вот о чем. На этой неделе очень много говорили по поводу референдума. Но мы уже обговорили там, кто как относится к совмещению. Мы поняли, что у кого какая здесь позиция. Появилась версия, что этот референдум будет конституционным. Все-таки, секунду. Значит, и здесь в Конституцию должны внести положение о евроинтеграции. Потому что иначе проводить консультативный или законодательный нет никакого смысла. — Все около кого? — Это мнение господина Дмитрия Чубашенко, который часто комментирует. — Из депутатов там или? — Ну, при чем тут из депутатов? Депутаты и люди заинтересованы. А вот как раз журналисты наши, это люди, которые... — Из официальных источников никто еще не высказал, какой это будет референдум. — Так вот мне интересно ваше мнение. — А вот ваше мнение. — Я, что я наблюдаю, что выступили очень многие против, вообще против референдума. Именно союзники Майи и Санды. — И это есть. — Депутаты первого парламента выступили. Некоторые НГО достаточно, скажем так, прозападные или пропасовские. И даже можно некоторые из них назвать. Я могу судить о чем? Они выступили за теми референдума. Потом кто-то им подсказал, ребята, это очень опасная затея. И они дают обратку, но дают ее через своих людей, в некоторых МПО и в некоторых общественных организациях, чтобы потом, в конце концов, выйти на консультативный референдум, который у нас было, их много, еще много будет. Потому что консультативный референдум, он не опасен. Ну, вот, сказали, что люди пришли, не пришли, это другая проблема, они забыли. Вы помните, например, что в 2019 году у нас было 34 вопроса про референдум на выборах парламентских? Вы не помните. А это было. — Я помню. — Почему? — Общество не помнит это. — Общество не помнит, потому что у нас, извините, да, у нас нехорошая история. — А история с референдумами вообще в нашей стране, с референдумами нехорошо. — То же самое, наверное, с моей точки зрения, чтобы закончить эту идею, у нас, скорее всего, будет консультативный референдум, если он будет вообще. Он будет консультативным, чтобы помочь Майя Санду выиграть второй мандат. Потому что эта мобилизация сторонников, скажем так, через референдум происходит прием политический, да, скажем так. Потому что если ты хочешь сделать конституционный референдум, ты должен сделать его после того, как заканчивается переговор с Евросоюзом по всем этим 30-ти, сколько там, капитулей, ни гучей. Логично вот так делать, да, в конце процесса, когда у тебя уже практически осталась одна дверь, чтобы открыть ее. — Я принимаю вашу версию, но могу сказать в качестве другой версии вот какой момент. Вас слушают сейчас, секундочку, вас слушают сейчас люди и думают, ну если этот референдум консультативный, ничего не решают, то что я на него пойду? Точно так же, понимаете? — Да он даст, поснимает Санду козыри политические. — Ну так не все все-таки у нас будут голосовать, не 100% населения у нас будут голосовать за Майя Санду. Отсюда возникают тоже определенного рода риски, потому что консультативный риск... Вы знаете, у нас явка, в каком году провалилась, господин Михайлович, все время нас проверяете тут. В каком году явка на референдум провалилась? — В 2000-м. — Неправда, в 2010-м. — Господин Мишин, да. — В 2010-м. — Вот как раз тогда по поводу президента говорили, и вот случилось то, что случилось. Господин Мишин, вам слово. — Ну, начнем с того, что, в принципе, имеет такого рода мнение быть, что это может быть конституционным. Однако здесь есть одно «но». Не так легко сделать конституционный референдум. Это, во-первых, должно проголосовать две трети парламента, 67 депутатов. Это уже не так. Проголосовать за то, что этот референдум должен стать конституционным. То есть простой консультативный, это решается, или законодательный, решается простым большинством. Внесение в конституцию приравнивается, то есть конституционный референдум приравнивается к конституционному. То есть тут нужно решение конституционного суда. То есть это целая процедура. Это не сделаешь вот так вот. — Это верно. — И поэтому пойдут ли они на это, если у них там эти 4-5 мандатов дополнительных, это большой вопрос. Вот для того, чтобы делать конституционный. А консультативный, ну опять, у нас этих консультативных действительно было очень много. И, кстати, в данном случае тут может прослеживаться еще одна политтехнологическая, да, уже, скажем так, версия. Не только о том, что это позволит мобилизовать электорат ПАС, да, но есть и вариант, что если многие партии оппозиции увидят, что на них идет давление, то они будут призывать бойкотировать. В данном случае они будут бойкотировать как референдум, так и президентские выборы. И тем самым Майя Санду может себе отсрочить еще где-то на полгода нахождение в этой должности, потому что выборы могут признать недействительными, и, соответственно, будет перенос. — Ой, как все, да, здесь... — Это очень запутанно, я все понимаю, но люди должны понимать, что такое... — Но мы же не ищем простых путей, правда? — Особенно в администрации президента. — Наша страна, вот мы всегда как-то выбираем... — Все намного проще. Инструмент, действительно, вы правы, и об этом все говорят, и это реально правильно, что... — И это инструмент политический, помочь Майя Санду взять второй мандат. Это понятное дело. То, что не будет явки, это фантастико. Явка будет, будут и левые кандидаты, и правые, и центристы. Наберутся там одна треть, чтобы была явка. 25 процентов. Проблема в другом. Рискнут они пойти на конституционную или нет? Я на данный момент считаю, что нет. Но жизнь покажет. — И последняя новость, которую я хотела бы, чтобы вы откомментировали, она достаточно такая... Не столь серьезная. Я скажу так, но тем не менее, мне показалось важным на этой неделе. Румыния заявила, что не будет принимать участие в Евровидении 24. Знаете, из-за чего? Из-за финансовых трудностей. А вот Молдовы участвуют. — А мы богаты. — Как мы это прокомментируем? Тут же наши сторонники... Не наши, а сторонники и противники Евровидения, то, что называется, сошлись с новыми силами и по старому поводу. И начали комментировать, что это такое. А кто-то говорит, что нет, все равно надо. Вот мне интересно. Господин Михаилович, вы смотрите Евровидение? — Слушайте, это праздник жизни Евровидения. — Вы смотрите личное Евровидение? — Смотрю. С большим интересом. И тем более пересматриваю на второй день. — То есть надо участвовать и пересматривать. — Пересматриваю на второй день, особенно, есть даже пару песен, я их к себе где-то там записал. То есть идея в чем? Это же честь для страны. Это же, как бы вам сказать, это праздник и песни, праздник жизни. — А что, в Румынии этого не понимают тогда, получается? — Я не могу понять, честно говоря. Для меня звучит дико, что в Румынии нет денег. В Румынии есть деньги. Они построили МОЗа, миллиард долларов, вот этот в Браилске. — А мне кажется, что они рачительно и по-хозяйски, да, к этому. Господин Мишин, минутку вам еще предоставлю. Ну, интересная новость просто. — Да, я так скажу, не смотрю последние лет семь Евровидения, особенно после того, как там выигрывают непонятно кто и непонятно что. — Ну, это вы так считаете. — Да, прокомментирую вот с тем, что Румыния не участвует, а Молдова все-таки участвует. Это, знаете, один лидер государства, не буду называть фамилию специально в этой студии, чтобы не было потом комментариев, когда-то сказал такую фразу в декабре месяце. Он сказал, если у Молдова ночи много денег, то пусть и не платят лишние, если они такие богаты. Так вот, если наше правительство, руководство страны, и в том числе Молдова один, как один из главных плательщиков этого всего, считает, что мы богаты, и нет других дыр в республике Молдова, которые нужно закрыть, а нужно потратить большие деньги на Евровидение, ну, значит, действительно, мы богаты и процветающая страна сегодня. Ну, интересные ваши версии, я их послушала. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но у нас уже все идет полным ходом, как я видела, у нас развивается. Ну, посмотрим. Говорят, что в самые тяжелые времена нужно, чтобы кто-то... Бесележите. Да, поэтому... Повод рекламы для страны, так что... Я поняла вас. Спасибо за то, что пришли, отвечали на мои вопросы. Как всегда, жду вас здесь, в этой студии. Мы здесь не поем, но мы хорошо рассказываем, да, на самые разные темы и рассказываем новости. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Де-факто». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин